Совет Федерации поддержал законопроект о конституционной реформе. Голосование в Верхней Палате Парламента состоялось через несколько часов после того, как эту инициативу в третьем чтении одобрила Госдума. Законопроект дает право президенту Владимиру Путину после 2024-го еще два раза участвовать в выборах главы государства. Кроме того, в рамках реформы Кремль планирует значительно расширить президентские полномочия в вопросах формирования правительства. Он получит право инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного судов, а также сохранит неприкосновенность даже после отставки. Одновременно в основной закон вносит положение об обязательной индексации пенсии, о минимальном размере оплаты труда, а также о сохранении веры в Бога, о защите исторической правды и института брака, как союза мужчины и женщины. После подписания президентом текст поправок в основной закон должен быть рассмотрен Конституционным судом. Затем, как сказано в документе, реформу собираются вынести на всероссийское голосование, которое Владимир Путин обещал провести 22 апреля. Только после этого, по словам президента, изменения вступят в силу. Поправки в Конституцию рассматриваются на фоне акций протеста. После заявления Путина о готовности к новым президентским срокам десятки людей вышли на одиночные пикеты в центре Москвы. Противники реформы подали заявку на проведение крупного митинга. Впрочем, после этого власти объявили о запрете массовых мероприятий численностью более 5000 человек, сославшись на угрозу распространения коронавируса.